В общественную приемную Ленинского отделения партии «Единая Россия» поступила информация, что инвалиды, ветераны войны, проживающие в Ленинском городском округе, нуждаются в технических средствах реабилитации. В фонд социального страхования их заявки поступили поздно, в связи с чем в квоту они не попали. Ждать следующей закупки времени не было, поэтому обращение было передано во фракцию «Единая Россия» Совета депутатов Ленинского городского округа. К работе активно подключился председатель Совета депутатов Станислав Радченко и депутаты Артур Григорян и Владислав Рымша. Они использовали свой депутатский ресурс, провели определенную работу и в тесном взаимодействии с администрацией Ленинского городского округа быстро закупили необходимые средства технической реабилитации для инвалидов. Это инвалидную коляску и противопролежный матрас. Более пяти лет назад Вере Александровне Кокаревой выделили квартиру на Битцевском проезде. В этом году ей исполнится 98 лет. Сейчас за ней приглядывает сиделка Гульнара, которой Вера Александровна иногда рассказывает о своей жизни. В 1942 году ее призвали на фронт. Вера Александровна была штабным работником противовоздушной обороны. День Победы встретила в Варшаве. Она рассказывала, как 8 мая ее вдруг разбудили девчонки-телефонистки с криком «Ура, Победа! Быстро одевайся!» В поселке Горки-Ленинский проживает 96-летний Михаил Егорович Жуков. О начале войны он узнал в Москве. Ему было 18 лет. Тогда он забрал сестру и уехал в родную деревню в Тамбовской области. Там его призвали на фронт. Войну Михаил Егорович провел на Дальнем Востоке. В 1945 году, 9 августа, начались военные действия. Мы объявили войну Японии. И их часть перебросили из Благовещенска в Манчжурию. Михаил Егорович служил до 1947 года. В Горки-Ленинске он приехал уже с семьей, женой и сыном. Сейчас о нем заботится дочь Валентина. В их квартире планируется сделать ремонт, поэтому коляска была необходима, чтобы Михаил Егорович мог передвигаться по дому. Самое радостное воспоминание, что жив до этих лет. Помощь, смотри, какую я, оказывает мне. Помощь в доставке технических средств реабилитации оказали активисты движения «Молодая гвардия», которым было интересно увидеть людей, творивших историю, и услышать их рассказы. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.